Привет! С вами Татьяна Конкина из Торонто, Канада, и добро пожаловать на мой канал. Мне недавно пришла в голову такая идея подумать о том, что будет со мной через 20 лет и о чем я могу пожалеть, что я не сделала для себя в разных категориях своей жизни. Здоровье, отношения, бизнес, карьера, путешествия, встреча с друзьями. Что я сделаю сегодня так, что 20 лет спустя я пожалею? Всем привет! Это Татьяна Конкина из Торонто, Канады. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поделиться своей идеей, то, что мне недавно пришло в голову. Я подумала, это супер важно для каждого из нас. Мы все живем настоящим. Наверное, это самое правильное, что мы должны делать. Получать удовольствие и делать максимум всего, что мы можем в каждый данный момент своей жизни. Но я подумала, а что вдруг, если через 20 лет я что-то делала не так, и я могу об этом пожалеть? Что же за вещи, которые я могу сделать сегодня неправильно, а через 20 лет я об этом очень пожалею? Не важно, какого вы или я возраста, сколько вам сегодня лет. Загляните через 20 лет и посмотрите. Так как я это делаю сейчас, вот те вещи, касающиеся своего здоровья, отношений, карьеры, жизни, общей жизни, путешествий, выбор, который мы делаем сегодня, будет ли это правильно через 20 лет? Или вы об этом пожалеете? Мне кажется, что это великолепная идея, и на самом деле мы всегда за все платим. Через 20 лет я заплачу за то, что я, может быть, не занималась спортом достаточно, не занималась гибкостью, не занималась, может быть, не работала над своим сердцем, не работала над своими мышцами. Через 20 лет мне это все скажется, вернется все назад. Через 20 лет, может быть, вернется ко мне назад неправильное питание, где я что-то делала не так. Алкоголь, который, может быть, употребляет человек. Через 20 лет у него явно будут проблемы с печенью, у него будут проблемы с головным мозгом, с общим здоровьем организма, с сердечно-сосудистой системой. Вот об этом я хочу, чтобы каждый из нас подумал. Касающиеся это здоровья, касается ли это отношений, какие отношения сегодня, где мы, кем мы себя окружаем. Вокруг нас люди, которые нас поддерживают, и каждый раз, когда встречают нас, у них загораются глаза, или люди, которые даже не поворачиваются, когда мы вошли. Им это безразлично. Они заняты и увлечены только собой. Это люди, которые поднимают нас по жизни, которые одобряют наше движение вперед, наш прогресс, или люди, которые нас хотят, наоборот, опустить вниз, которые ревностно относятся к нашим достижениям, а, наоборот, хотят уравнять с собой, и тем самым, не поощряя нас, опускают нас вниз, роняют нас на то дно, на которое мы изо всех сил хотим выбраться. Касается ли это каких-то еще других вещей? Может быть, это наших путешествий, которые мы не сделаем? Мы посмотрим, я ведь мог побывать и там, и там, и там, и я этого не сделал. А теперь мне не до этого. Теперь уже поздно, теперь я занят, или у меня дети, или у меня работы заняты. Может быть, это касается денег незаработанных? Может быть, именно это те годы, когда вы зарабатываете свой основной капитал и неправильно инвестируете? Может быть, вы что-то не сделали наперед, не посмотрели на свои годы, может быть, когда у вас будут годы пенсии, когда вы уже не захотите работать, а вы ничего не сделали сегодня, не изменили свое финансовое положение, не стали дисциплинированно тратить деньги, считать, не стали учиться больше, чтобы больше зарабатывать, не взяли какие-то курсы, а через 20 лет это все оукнется, это все вернется. Давайте подумаем вот об этом. По каким еще категориям жизни мы можем потом очень сильно пожалеть? Может быть, друзья, может быть, мы через 20 лет посмотрим и скажем, что, ах, это были не те люди вокруг, эти люди, я у них ничего не мог научиться. Может быть, эти люди не поднимались и не ставили целей, и я вместе с ними был в том же точно положении, и не было никакого вызова, потому что у моих друзей не было пить пиво, говорить о спортивных соревнованиях. Это было все, что их интересовало. Может быть, это отношения с родителями, которые, может быть, вы не поддерживали, а вот сейчас родителей нет, они ушли, а вы сделали им что-то больное, и что-то вы, о чем сильно жалеете. Вот, может быть, какие-то такие вещи. Поэтому давайте подумаем о том, что сегодня мы можем сделать, для того, чтобы через 20 лет мы об этом не пожалели, не пожалели о упущенных возможностях, потому что в жизни все, что у нас есть, это возможности. Это возможность самому расти, это возможность развиваться. А мы застряли, а мы включили телевизор, и вместо того, чтобы слушать умнейших людей на интернете, мы слушали глупейших людей в телевизоре. Что мы не сделали не так? Что мы не то поддерживали? Не были справедливы к окружающим? Где мы не сохранили свою жизнь? Что мы сделали не так? Поэтому давайте подумаем. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Какие у вас могут быть сожаления? Что еще? Может быть, это касается внешности. Может быть, вы не начали 20 лет назад следить за своей внешностью. Может быть, вы не стали использовать самые современные средства косметики и ухода за собой, которые обеспечат вам молодость. Мы, как я говорила, это разные ретины, ретины, ретиноиды, другие препараты, о которых я говорила в прямом эфире совсем недавно. Поэтому что мы не делаем сегодня, о чем мы действительно пожалеем, и будет поздно. И нет ничего худшего, чем не сделать сегодня все, что мы можем, для того, чтобы завтра нам не очень было жалеть. Мы сказали, я делал все, что мог. Я делал максимум того, что все мог. И мне не за что себя упрекнуть, мне не за что себя пожалеть. А даже если что-то будет, то это будет что-то несущественное. Я забыла, наверное, про детей. Может быть, это касалось образования детей. Может быть, это касалось правильного воспитания детей. Тот пример, который вы показываете детям. Может быть, вы где-то срезали углы какие-то и делали как можно проще. Отпихнуть детей к бабушке, к дедушке и самому, может быть, уехать в отпуск на месяц без детей. И тем самым не дать им то, что вы могли им дать. Ну, вот всякие такие вот вещи я хотела с вами обсудить сегодня. Подумайте, напишите в комментариях. Может быть, это важная тема. Хорошо? Жду от вас. Пока-пока, мои дорогие. Bye. Всем огромный привет. Из Торонто, Канады. Это Татьяна Конкина. Добро пожаловать на мой канал. Мне пришла в голову такая идея. И я подумала, пожалуй, стоит этим поделиться с вами. Что я делаю сегодня не так, о чем я пожалею через 20 лет? Как здорово, правда? Это помогает мне сегодня проанализировать все свои поступки, которые я делаю неправильно. Так, чтобы через 25 лет это не аукнулось мне, что я что-то не сделала, что я шла в каком-то неправильном направлении. Давайте рассуждаем сегодня об этом. У каждого из нас была, есть мечта, есть план жизни, есть мечта, которой мы всегда хотели что-то сделать. Нам говорят, правда, что мечта – это для детей, а взрослые люди имеют план действий и действуют. Что у вас есть? Сделана ли эта работа? Что-то делаете ли вы в этом направлении или нет? Или мечта так и осталась мечтой, а планы не были составлены, никакой план действий не разработан. И посмотреть свою жизнь, я думаю, надо в разных направлениях. В таких направлениях, как, например, здоровье. Что сегодня я делаю не так, о чем я сильно пожалею через 20 лет? Это может вернуться мне болезнями, это может вернуться презеренным старением, это может мне вернуться депрессией. Если я, может быть, что-то неправильно делаю, разные-разные неприятные вещи какие-то. Что сегодня? Достаточно ли я сегодня занимаюсь спортом, чтобы через 25 лет не сказать, через 20 лет не сказать себе, ой, мышц никаких, и живот вырос, и то не так, и то не так, и то не так. Что сегодня я для этого делаю? Мы знаем, что то, что у нас есть, это есть сегодня, этот момент. Если в этот момент мы не просто получаем удовольствие от жизни, но и делаем что-то правильное на будущее, на свое, то наверняка будет меньше вещей, о которых мы будем жалеть. Итак, что касается здоровья. Правильно ли я сегодня питаюсь? Не получится ли так, что через 20 лет из-за того, что я питаюсь так сегодня, у меня вырастет лишний вес, образуется, вырастет живот какой-то, я стану такой грузной, грузной, большой женщиной, потому что это все накапливается годами, и это все будет. И через 25 лет я просто не узнаю себя в зеркало, я посмотрю, скажу себе, это кто? Какой кошмар? Посмотрите на ту девушку, которая была 20 лет назад, и что с ней стало? Где она? Или, может быть, это касается алкоголя, потребления, когда вы видите, что каждый день после того, как хорошо выпили, у вас мешки под глазами, лицо куда-то упало, глаза какие-то безумные, и вообще непонятно, что происходит. И это через 20 лет все это накапливается, и это вернется сердечно-засудистыми заболеваниями, это вернется самыми, может быть, какими-то раковыми заболеваниями, такое вот потребление. Может быть, это сегодня вы просто курите сигаретку, так мило, 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 а через 20 лет это вернется тоже каким-то раковыми заболеваниями, это вернется желтыми зубами, это вернется прокуренными руками, и серой кожей на лице. что сегодня мы делаем не так, что касается, может быть, отношений, правильно ли сегодня мы выбрали людей вокруг себя, те ли это люди, что через 20 лет мы им этим не пожалеем, есть ли какие-то признаки того, что это люди, может быть, не те, потому что даже если мы любим кого-то, это не означает, что это правильные для нас люди, это могут быть совсем неправильные люди, это люди, которые не поднимают нас, не которые не одобряют наше продвижение вперед, к лучшему, к развитию, к строить карьеру, расти свой интеллект, развиваться как человек во всех направлениях, может быть, эти люди, наоборот, завидуют нам и не хотят, чтобы мы поднимались, только чтобы сохранить нас для себя, а на самом деле это совсем неправильно, потому что мы не всегда будем с людьми, которых мы хотим быть, а если мы остановимся в развитии, то мы так и остановимся, и никогда больше не сможем подняться, правильные ли люди вокруг нас, делаем мы им что-то, может быть, по отношению к своим родителям, о чем мы потом пожалеем очень сильно, может быть, мы редко с ними общаемся, может быть, мы вообще прервали отношения с родителями, обиделись на них за что-то, а через 20 лет, когда их не станет, мы сильно пожалеем об этом потом, и это невозможно будет вернуть, может быть, надо что-то сделать сейчас, может быть, это отношения с детьми, которые мы не воспитываем своим примером, а воспитываем только словами, которые не подтверждаются примером своим собственным, мы говорим им как надо, но дети не учатся, глядя на нас, а это единственный метод воспитания правильный, мы подсовываем детей своих дедушкам, бабушкам для того, чтобы самим уехать куда-то в отпуск, не взяв детей с собой, не поделив с ними свою жизнь вместе, потому что дети с нами вместе только очень небольшое время, ну, 18 лет, потом они вырастут, уедут куда-то, поступят в институты, в университеты, уйдут жить отдельно, и все, их больше не будет, может быть, мы не провели это время с ними так, как надо было провести, не дали им то, что могли дать, может быть, об этом мы пожалеем через 20 лет, когда мы видим, что выросли необразованные, грубые дети, которые не уважают нас, которые не являются радостью и гордостью нашей, может быть, мы сделаем сегодня что-то не так, вот какие еще есть параметры, может быть, это касается карьеры, может быть, мы все время довольствовались комфортной какой-то зоной, где мы оказываемся и не строили карьеру, а через 20 лет мы скажем, я ведь могла сделать, продвинуться и стать там главным менеджером в этой компании, а я сидела, ничего не изучала нового, ничего не делала, не просила повышения, и, главное, не брала никакие курсы повышения, поэтому я и сижу там, а теперь у меня маленькая зарплата, у меня будет крошечная пенсия, и все, я упустила свои возможности, ничего нет хуже того, чтобы упустить свои возможности в карьере. Может быть, это касается ваших денег, потому что есть только определенные годы, когда мы накапливаем и зарабатываем свои деньги, мы не всегда одинаково в течение жизни зарабатываем деньги, может быть, это были эти годы, а вы их не зарабатывали в эти годы, вы не приложили к этому максимум усилий, а потом оказывается, что вы у разбитого корыта, может быть, вы не инвестировали деньги свои так, как надо, как правильно, не покупали недвижимость, деньги для аренды, не делали мою программу «Свобода в 55 лет», о которой я всегда рассказываю о необходимости иметь несколько инвестиционных квартир, но в правильных странах. Может быть, вы не эмигрировали, всегда мечтали жить где-нибудь в какой-то стране, и так и не сделали это, так и не выучили язык, так и не переехали, так и не изучили эмиграционные вопросы, так и не подали на эмиграцию, а сейчас вы об этом жалеете, если вы видите, я оказалась не там, ведь я мечтала жить во Франции, и так это не сделала. Как, черт возьми, жалко, что это я не сделала, почему я это не сделала? Поэтому, да, сила сегодняшнего момента есть, но она именно в том, чтобы делать правильные вещи на будущее, чтобы планировать свое будущее, видеть, соответствовать со своей мечтой, не быть ребенком, который только мечтает, а быть взрослым человеком, который делает то, о чем мечтал всегда, который имеет план, и план действий к этому, который прослушал мой марафон «Планируем жизнь», который есть на моем веб-сайте tatianakonkin.com и точно знает, как планировать жизнь. Прослушайте это обязательно, посмотрите, тогда вы не будете упускать свои возможности. Как я сказала, это могут быть разные возможности, о которых мы потом пожалеем через 20 лет. Так что в вашей жизни сегодня? Окружение. Может быть, это не те люди, не те друзья, которые уже сегодня там или на пути туда, где вы хотите быть, а не в обратном направлении, где вы никогда не хотели быть. Может быть, в этом все дело. Поэтому сегодня вы можете все исправить, так, чтобы через 20 лет не было этих сожалений. Может быть, это касается вашей внешности. Может быть, сегодня вы не делаете правильные вещи для своей внешности. Может быть, у вас есть плохие привычки, может быть, вы курите, и вы знаете, что через 20 лет у вас будет на 80% гарантированный рак легких, и серая кожа, и желтые зубы, и еще желтые прокуренные пальцы будут. Может быть, это будет через 20 лет, если сейчас не остановиться и не сделать это. Что будет с этого? Может быть, сегодня надо начать применять современные средства ухода с тобой, чтобы через 20 лет кожа была лучше, чем она сегодня. Об этом я говорила в одном из последних марафонов, что самые современные средства, которые используют женщины Америки и Канады. Я об этом говорила, постоянно говорю, буду еще больше говорить. Может быть, надо начать следить за своим волосом, может быть, надо заняться своей внешностью, может быть, наконец-то надо пересмотреть свой гардероб и стать той самой лучшей версией себя через 20 лет, которой вы будете гордиться, у которой будут реальные достижения. Потому что очень часто реальные достижения являются зеркалом того, что мы делаем сегодня во всех направлениях, в том числе касается нашей внешности. Может быть, вы не начинали читать книги умные, которые надо начинать. Описание рекомендованных книг, список есть в описании к каждому видео. Я поместила это для вас, потратила на это время. Читайте обязательно. Там книги на русском языке, надо мне еще сделать список на английском языке, он будет гораздо больше, потому что не все книги переведены. Вот поэтому читайте, повышайте, растите, чтобы через 20 лет вы сказали, какая я молодец, я все делала правильно, и мне практически не о чем жалеть сегодня. Я шла по этому пути, делая правильные вещи. И чем более вы будете делать, тем больше правильных вещей вы будете делать в жизни, тем вам потом не о чем будет жалеть. Вы, наконец, достигнете то, о чем мечтали, и создадите еще новый уровень, еще новую мечту, которую вам тоже нужно будет достичь. То есть только это делает нас счастливыми. Каждый раз новый уровень. Вот это я хотела с вами обсудить сегодня. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, о чем я забыла, какие еще есть критерии, о чем мы можем пожалеть. Может быть, спортивные какие-то достижения, может быть, чему-то не научились. Всегда мечтали кататься на лыжах, так и не начали кататься на лыжах. Всегда мечтали играть в теннис, так и не начали играть в теннис. Что еще? Всегда мечтали иметь детей, или выйти замуж, или не выйти, ну, в общем, путешествовать. Список стран, которые вы не посетили, кем не стали. Вот это все произойдет через 20 лет, потому что вы не сделали что-то сегодня, потому что вы не составили план, не наметили, и не делали каждый день какой-нибудь к этому шаг. Недостаточно просто наметить план и расписать план действий. Самое главное – это постоянная последовательность. Каждый день, каждый день, каждый день. И тогда вы будете просто лететь, лететь к своей мечте, лететь к лучшей версии себя, к своей самой лучшей жизни. Вот об этом я хотела поговорить с вами сегодня. Лайк этому видео, для того, чтобы такие же видео к вам возвращались. И вы вместе со мной делали сегодня все, чтобы не пожалеть ни о чем через 20, через 30 и 40 лет своей жизни, чтобы мы прожили жизнь в соответствии с нашими возможностями, которые имеют безграничное развитие. Всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь в клуб умных людей, которые занимаются тем, что берут жизнь в свои руки и все делают для себя лучшее. Пока-пока, мои дорогие. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok